Приветствую на канале InvertService. Сегодня у нас будет видео посвященное сварочному аппарату Elitech IS-180M. Начну сразу с его предыстории. Аппарат поступил ко мне с другого города, с города Пензы, поступил транспортной компанией SDEC. Аппарат в целом рабочий, но владелец жалуется на то, что аппаратом не отключается функция VRD. На этом месте следует сделать небольшую паузу и рассказать про функцию VRD. VRD это снижение напряжения холостого хода до безопасного уровня. Как правило это 10-20 вольт. Сделано это для того, чтобы обезопасить сварщика при работе в сырых условиях, то есть где-то под дождем, в каком-то сыром резервуаре или что-то подобное. И на этом месте нам кажется, что все вроде бы хорошо. Включу эту функцию, да и пусть она себе работает, вроде бы и не мешает. Но на самом деле она негативно сказывается на качестве розжига дуги. На некоторых аппаратах эта функция реализована грамотным образом и ее практически незаметно в начале розжига дуги. А на некоторых аппаратах, например, какая-то или тех, она совсем отвратно работает, очень сильно влияя на процесс сварки. Я так понял, что проблема на этих аппаратах имеет массовый характер. Возможно в новых прошивках это уже устранили, но тем не менее старые версии аппарата грешат такой проблемой. Для начала обратим к паспорту изделия и мы можем наблюдать, что для отключения функции врд нам необходимо пункт 8 нажать в течение трех секунд клавишу 3. Смотрим, что такое клавиша 3. Клавиша 3 у нас имеется ввиду вот это вот клавиша. Включаем аппарат в сеть, давайте попробуем так ли это. Аппарат имеет красивую индикацию, все в нем здорово, владельца все устраивает. Единственное, что не отключается ВРД. И ВРД здесь еще работает немножко странным образом, то есть он включает сварочный ток не сразу же при касании, а он каким-то подъемом его поднимает. В общем, сделано все по-привому. Итак, аппарат сейчас у нас находится в режиме ручной дуговой сварки и мы можем видеть, что у нас имеется индикация ВРД ОН. Нажимаем 3 секунды на кнопку, на которую положено нажать. И у нас хоть три секунды, хоть не три секунды, ничего не меняется. Давайте сейчас подключим мультиметр к выходным клеммам аппаратом, чтобы проверить, действительно ли у нас не отключается ВРД. Но, по крайней мере, по дисплею у нас ничего не меняется. И еще есть такая особенность, что если перевести аппарат в режим TIG, то у нас каким-то образом ВРД отключается. В общем, меню аппаратом сделано совершенно кривым образом. Итак, берем мультиметр и смотрим. И мы можем видеть, что у нас напряжение по мультиметру 19 и 6 вольт. Опять пытаемся нажать 3 секунды. Раз, два, три. Просто переключается в положение горячий старт. Как 19 вольт было, так 19 вольт и осталось. Но при этом, если мы переключим в TIG лифт, напряжение вырастает до 72 вольт. При этом, как бы казалось наоборот, в режиме TIG лифт, по идее, должно быть напряжение холостого хода снижаться до ВРД, чтобы работал нормально TIG лифт, чтобы вы коснулись детали и потом только с отрывом у вас уже началась зажигаться дуга. Но нет, в аппарате сделано все как-то совершенно непонятно. Но и это еще не все. Я тут зашел в меню аппаратом, посмотрел, что же у него он может предложить. И все вроде бы красиво, но смущает небольшой факт в том, что мы устанавливаем диаметр электрода вроде бы стоит 1,6, но ток при этом 80 ампер. То есть, представляете, китайцы зашили нам такие параметры, что предлагают варить электродом диаметром 1,6 на токе 80 ампер. Но я не знаю, как это вообще можно назвать. Это просто какие-то сумасшедшие люди. Далее, после 80 нам показывается, что диаметр электрода переключается на 2, и двойка у нас идет аж до 100 ампер. 2,5 у нас идет получается до 120 ампер, ну и так далее. Из рекомендаций, допустим, тех же АК-46 диаметр 1,6 миллиметра, ток рекомендуемый для сварки колеблется от 30 до 60 ампер. Здесь же нам полагают установить 80 ампер. В принципе, из всего этого понятно, что в аппарате установлена какая-то неадекватная прошивка, но с прошивкой мы ничего сделать не сможем. Возможно, в более новых версиях аппарата они как-то это поменяют, и все это будет как-то более адекватно работать. Но, тем не менее, имеем, что имеем. А вот отключить VRD и сделать так, чтобы напряжение холостого хода у нас было нормальное в районе 72-74 вольта в режиме ручной дуговой сварки мы сможем. И сделаем мы это отключаемо, то есть у нас будет переключатель, который мы вынесем куда-нибудь на лицевую панель, и у нас будет функция VRD-включения и выключения посредством переключателя. К сожалению, так как аппарат на микроконтроллере, реализовать это можно только такими костылями, какими-то обходными путями, но хотя бы это можно как-то реализовать. Так как аппарат, плата его здесь не залита никаким компаундом, напомню, что это LT 180M, есть еще 180 и 200 с индексом D, у них идет внутри полностью заливная плата, то есть вся вот эта вот часть, она здесь полностью залита компаундом, залита с двух сторон, все компоненты, которые там находятся, они все залиты, и к ним не подлезть. Более того, у него также установлена лицевая плата с примерно таким же дисплеем, и насколько я помню, она тоже залита компаундом, и туда не подлезть. То есть аппарат не ремонтопригодный, и если сломается, его просто можно смело выкидывать, ничего с ним не сделать, так как все компоненты там залиты. Знаю, что какие-то люди там пытаются что-то отковырять, но это дело такое, там все залито настолько сильно, что можно просто повредить аппарат, хотя в принципе, если он сломается, в любом случае терять уже нечего. Теперь приступаем к устранению этих проблем с VRD, а устранять мы его будем следующим образом. Итак, для того, чтобы сделать отключаемый VRD в этом аппарате, нам потребуется два небольших кусочка провода, потребуется какой-то переключатель, ну в виде вот такого, либо можно взять какой-то другой, не принципиально. Главное, чтобы это был просто переключатель, который мы сможем врезать куда-то на лицевую панель аппарата, сюда, либо куда-то еще. Ну вот здесь, в этом месте есть пустое место, куда его можно в целом встроить. В этом месте его особо никуда не встроить, потому что здесь стоит дисплей. Инструмент, соответственно, который мы будем врезать, ну и паяльник там с припоем. Все, больше здесь ничего делать не нужно. Теперь объясняю, что нужно сделать. Значит, в аппарате, вот в этом месте, имеется вот такая оптопара PC817, вход, который располагается вот с этой стороны. Достаточно замкнуть вход оптопары и ВРД в этом аппарате будет выключено. Соответственно, размыкаем вход оптопары, ВРД остается включенным. Соответственно, нам нужно будет припаять просто-напросто всего лишь вот эту кнопку, клавишу, назвать можно как угодно, к входу этой оптопары. И аппарат будет обладать регулируемой функцией ВРД. В конечном результате должно получиться примерно как-то так. То есть, еще раз, мы просто припаиваем клавишу к входу оптопары. И теперь давайте будем проверять, как это все работает. Проверяем напряжение холостого хода. Сейчас переключатель находится в положении ВРД включен. То есть, напряжение холостого хода у нас 19,6 вольт. Ну, то есть, как до этого было. Переключаем переключатель в нижнее положение, выключаем ВРД. И мы можем видеть, что у нас напряжение холостого хода 70 вольт. При этом на дисплее у нас отображается, что также ВРД включен. И прежде чем приступить к испытанию аппаратом, давайте посмотрим, на каких компонентах он собран. Первое, что бросается в глаза, это диодный мост, который у нас установлен на радиаторе совместно с одним плечом GBT транзисторов. При этом радиатор, на котором он установлен, чуть-чуть больше по размеру, чем находящийся рядом радиатор, на котором стоят только GBT транзисторы. Далее у нас идут конденсаторы входного фильтра. Конденсаторы входного фильтра имеют маркировку 400 вольт, 560 микрофарад. Если мы перевернем аппарат, мы можем увидеть, что у нас установлено 1 конденсатор, 2, 3. То есть 3 конденсатора по 560 микрофарад. В целом для аппарата на 180 ампер вполне должно хватить. Не вполне, но где-то на пределе. Но я думаю, что, сходя по всему, аппарат будет выдавать более-менее честные свои амперы. GBT транзисторы имеют маркировку 60 N60. Это в аппарате стоят 4 транзистора, по 2 транзистора в плече, по 2 транзистора на радиаторе. Аппарат работает по схемотехнике полумост, о чем свидетельствует, ну, во-первых, установка по 2 транзистора в плече и всего 2 плеча, и то, что здесь установлены батареи из конденсаторов. Радиаторы, на которых установлены транзисторы, имеют, кстати, вполне приличный размер. И в том месте, где установлены транзисторы, здесь толщина радиатора, она больше, чем в остальном месте, что, несомненно, плюс. Редко где такое применяется. Также на ближнем к вентилятору радиаторе с транзисторами установлен температурный датчик на 70 градусов. В принципе, температурный датчик установлен более-менее правильного номинала, 70 градусов. Это нормальная температура, при которой должны срабатывать температурные датчики. Но вот установили его почему-то где-то в середине радиатора, где температура будет меньше, чем, допустим, у самих транзисторов. То есть, если бы его поставили где-то вот в этом месте, это было бы более правильное решение. Далее у нас идет импульсный, тороидальный и силовой трансформатор. Размер его стандартный, ничем выдающимся он не отличается. По выходу у нас идут диодные сборки в количестве трех штук с маркировкой 80F40. То есть, 80 А, 400 В каждая диодная сборка. Радиатор среднего размера, но вот количество самих сборок не внушает особого доверия. То есть, если бы здесь стояло хотя бы 4 по 60, это было бы нормально. Но вот 3 по 80, на мой взгляд, это относительно мало. Мало не потому, что сами сборки не переварят такой ток 80 А, допустим, на сборку. А потому, что просто рассеять тепло, выделяющееся на сборках, с трех сборок будет намного тяжелее, допустим, чем с 4 или с 6. Выходного дросселя в аппарате на выходе нет. В качестве токового датчика используется токовый шунт. Все остальное в аппарате в целом стандартно для бюджетного китайца. В целом аппарат собран вполне неплохо. Имеется неплохая лакировка на плате. Компоненты стоят, в принципе, неплохие. Радиаторы относительно среднего, скажем так, размера. И вообще общий уровень исполнения аппарата достаточно на высоком уровне. То есть, сборка не какая-то там подвальная, кустарная, кривая вся. Нет, собрано все вполне аккуратненько и хорошо. В этом плане особо придраться не к чему. Придраться можно только к его прошивке. То, что у него изначально с завода не работает ВРД. Ну и вообще в целом то, что у него показывается на экране, оно не совсем отражает реальность. То есть, ток 80 А для электрода 1,6 А, но это уже какой-то просто перегиб. Теперь начнем проверку аппарата на максимальный его выходной ток. Проверим, насколько ток соответствует действительности. Начнем с 80 А, горячий старт, форсаж дуги. Все это выкрутим в ноль. В РД сейчас включен, то есть холостой ход у аппарата 19, почти около 20 В. Проверять будем именно на таких значениях. Итак, поехали. Дисплей у нас 80 А, по токовым клещам у нас почти 95 А. При этом напряжение у нас с лографами 24 В. 120 А по дисплею аппарата, по токовым клещам у нас практически 130 А. При напряжении на дуге где-то, ну, в районе 24-25 В. Ну и максимальный ток установлен 180 А, и по токовым клещам 178 А при напряжении, ну, в районе 28 В. Итак, касаемо тестов на выходной максимальный ток, здесь все хорошо, характеристики соответствуют действительности. Но стоит обговорить такой момент. В аппарате есть регулируемые функции горячий старт и форсаж дуги, и работают они полноценно, то есть регулировки происходят. Но, допустим, тот же горячий старт или тот же форсаж дуги в этом аппарате полностью не отключаемы, даже если мы выкрутим эти параметры в ноль. На что привожу график замера горячего старта. С форсажей дуги будет ситуация аналогичная. И мы можем видеть, что даже в положении горячего старта ноль, сварочный аппарат все равно производит горячий старт продолжительностью где-то, ну, около полутора секунд. И максимальная амплитуда, она вначале практически двукратно установленному значению. В аппарате было установлено значение порядка 50 А. Если мы выставляем горячий старт 25, соответственно, мы получаем те же полторы секунды, но значение тока вначале уже идет чуть больше. И, соответственно, если мы ставим максимальный горячий старт 50, так же полторы секунды, и мы уже на пике получаем ток практически 150 А, который затем плавно снижается до заданного значения. Ну, а теперь касаемо сварки этим аппаратом и функции ВРД. Сейчас попробовал на сварку, точнее, больше не на сварку, а на то, как это ВРД мешает поджигу электрода. ВРД мешает поджигу электрода. ВРД мешает поджигу электрода. Если повторный поджиг электрода с рутиловым покрытием или рутил целлюлозным, электроды были MR3S, если повторный поджиг хотя бы еще, хоть как-то адекватный, хотя присутствует небольшая задержка, то есть сначала вы коснулись, происходит где-то полсекунды задержка, как правило, и потом длина только загорается. То в начале сварки, то есть когда электрод еще остывший, либо новый, поджиг просто ужасный. Можно колотить несколько секунд электрод, и дуга при этом так и не зажигается. Как только мы отключаем функцию VRD, будь то электрод новый, будь то электрод холодный, горячий, без разницы, дуга зажигается на обычных электродах, на бытовых, всегда с первого раза, вообще без всяких проблем. Поэтому теперь я прекрасно понимаю, по какой причине владелец хочет отключить эту функцию VRD. Ну а вообще в целом электродами MR3S аппарат варит прилично, никаких нареканий в этом плане нет, да в принципе и быть не должно, так как любой более-менее адекватный аппарат такими электродами будет варить хорошо. Ну и на этой ноте наше видео подходит к концу, если у вас остались какие-то вопросы, можете задать в комментариях. На этом у меня все, до скорых встреч!